Мои дорогие сестры, мне тоже очень нравится эта прекрасная картина. Спаситель человечества величественно простирает руки, на которых видны следы от гвоздей. С нежностью и состраданием он смотрит на женщин, пытающихся прикоснуться к нему. Мне нравится этот символ. Женщины стремятся дотянуться до Спасителя. Мы очень хотим быть ближе к Господу, ибо знаем, что Он любит каждую из нас и желает навеки окружить нас Своей любовью. Его прикосновение может исцелить верующего от всех болезней, духовных, эмоциональных или физических. Он наш защитник, пример, добрый пастырь и искупитель. Кого нам еще искать? Кому нам еще стремиться? Кому нам еще следует прийти, кроме Иисуса Христа, начальника и совершителя веры? Он сказал, «Да, истинно говорю вам, если вы придете ко мне, то получите жизнь вечную. Вот, моя рука милосердия простерта к вам, и всякого приходящего я приму». Его обещание призывает нас не только стремиться к Нему, но и предпринять следующий, весьма важный шаг – прийти к Нему. Это учение побуждает нас к действию и придает нам силы. Мессия простирает нам свою руку милости. Он всегда готов принять нас, если мы захотим прийти к Нему. Если мы придем к Спасителю с чистым сердцем, то почувствуем Его нежное прикосновение. Одна женщина решила испытать на себе силы Его прикосновения. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, сдержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды Его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус, «Кто прикоснулся ко Мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с ними, «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко Мне?» Но Иисус сказал, «Прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав перед Ним, объявила Ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к Нему, и как тотчас исцелилась. И Он сказал ей, «Дерзай, черь, вера Твоя спасла тебя. Иди с миром». Я спрашивала себя, что могло бы случиться, если бы эта женщина, страдавшая кратчевотчением, не имела достаточно сильной веры в Спасителя, чтобы приложить необходимые усилия и коснуться края Его одежды. Думаю, ей стоило огромных усилий пробраться к Нему сквозь огромную толпу. И все же она, немало не сомневаясь, упорно шла вперед. Подобно этой женщине, мы должны доказать, что наша вера в Господа достаточно глубоко проникла в наше сердце, чтобы побудить нас к действиям. Моя подруга рассказала мне о случае, когда она не могла найти утешение. Она настолько сильно переживала случившуюся в ее семье трагедию, что однажды даже не смогла выйти из дома. Но совершенно неожиданно к ней зашла одна сестра из Общества Милосердия и сказала, «Я вдруг почувствовала, что нужна тебе». Эта сестра не стала ни о чем расспрашивать, а просто обняла мою подругу и спросила, «Хочешь, помолимся вместе?» После молитвы эта сестра ушла, но ее нежное прикосновение и чуткость помогли исцелить разбитое сердце моей подруги. Эта любящая сестра Общества Милосердия не только прислушалась к голосу Духа, но и поступила согласно его побуждениям. Она на деле доказала, что добродетели, изложенные в учении о спасении, настолько проникли в ее сердце, что она каждый день старается стать более похожа на Христа. В ее поступках отразилось ее понимание слов, «Милосердие никогда не угасает». Вот что сказал президент Гордон Бихинкли о миллионах верных сестер Общества Милосердия, которые, подобно этой сострадательной сестре, проявляют вечную любовь к Христову, которая и есть милосердие. Невозможно перечислить все дела этих замечательных, прекрасных, бескорыстных женщин, которые оказывают помощь попавшим в беду, перевязывают раны, подбадривают и утешают тех, кто страдает. поднимают тех, кто упал, поддерживают их и укрепляют, помогая им идти вперед. Это желание идти вперед к нашему Спасителю иногда требует от нас немедленного покаяния. Оно связано с пониманием того, что мы совершили ошибку или не сделали того, что должны были сделать, чтобы подбодрить кого-то или помочь кому-то. Такое исправление личного курса в мыслях, делах или словах необходимо всем, кто желает прийти ко Христу. Эта внутренняя работа отражает наше решение о соприкосновении с другими людьми, как в буквальном, так и в переносном смысле этого слова. Мы становимся ближе к Спасителю, окружая других людей своей любовью. Или нет? Мы исцеляем душевные и физические раны. Или нет? Мы относимся друг к другу с любовью, а не критикуем друг друга. Или нет? Мы просим прощения за причиненную боль, даже если причинили ее непреднамеренно. Или нет? Мы совершаем большую внутреннюю работу, стараясь простить тех, кто нанес нам обиду. Или нет? Мы быстро исправляем свои ошибки или недочеты в наших личных отношениях, когда узнаем о них. Или нет? Как и вы, я знаю, что значит исправить свой курс. Помню, однажды я непреднамеренно обидела одну сестру из своего прихода. Мне нужно было признать это, но моя гордыня не давала мне подойти к ней и попросить прощения. семья, другие обязанности. Я придумывала разные отговорки, чтобы отложить время покаяния. Я была уверена, что все как-нибудь образуется само собой, но этого не произошло. Несколько ночей подряд я просыпалась с ясной мыслью о том, что поступаю не так, как того ожидает Господь. Я шла наперекор своей вере в то, что Его руки, милое сердие, растерты ко мне, если я поступаю правильно. Я молилась о силе, мужестве и смирении, и затем пошла к той сестре домой и попросила у нее прощения. Для нас обеих этот случай стал замечательным духовным опытом. Иногда исправление личного курса происходит так же внезапно, как изменение наших намерений, когда вместо того, чтобы поспешить домой после церковных собраний, мы направляемся к одиноко стоящей в фойе сестре, которая, как мы знаем, любит поговорить. Часто такие исправления требуют достаточно долгого времени, как, например, сдержание своего раздражения, вызванного невнимательностью некоторых членов семьи на фоне наших стараний и наладить с ними хорошие отношения. Но эта внутренняя работа, составляющая необходимую часть покаяния, постоянно доставляет мирный плод праведности. Неудивительно, что в поисках праведности мы, подобно этим женщинам с замечательной картиной Минервы Тейчерт, с восторгом и восхищением простираем свои руки к Спасителю, ибо знаем, что Он простирает мышцу милости к тем, которые веруют в Него. Поскольку это великое обещание истинно, кому еще должны стремиться, и кому мы должны прийти, кроме Иисуса Христа, Света Мира, Агнца Божия, нашего Мессии. Я знаю, что Сын Праведности взойдет с исцелением в крыльях Его не только для той женщины, страдавшей от кровотечения, но и для каждой из нас. Он будет направлять, благословлять и собирать нас, если мы захотим прийти к Нему. Давайте же будем стремиться к этому каждый день своей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok